Сегодня 28 декабря. Планируя свою поездку в Польшу, я очень хотел заехать посетить город Освенцим. На самом деле здесь находятся два концлагеря Аушвиц и Беркинау. Я не очень всегда интересовался военной историей, и поэтому до последних лет, вот в частности нынешней эпохи, раньше как-то об этом не особо говорили, но не показывали. Я не представлял, что здесь сохранилось. На самом деле Освенцим это название города, а лагеря называются немецкие названия Аушвиц и Беркинау. Это два концлагеря, которые сейчас, естественно, в которых созданы сейчас музеи. Это действительно место паломничества. Я удивился, сколько здесь народа в очереди стоят, хотя, в общем-то, дорога совершенно несподручная. И приезжают одиночки, и приезжают массовые туристы группами, в основном, из Кракова. И здесь два вот этих лагеря, Аушвиц и Беркинау. К сожалению, я очень поздно приехал. Беркинау мне уже не довелось посетить, где вот обычно показывают там длинную железную дорогу, железнодорожные колеи с вагонами, куда привозили людей в концлагерь. И вот удалось посетить только Аушвиц. Я буквально еще до 90-х годов не представлял, что вообще эти концлагеря сохранились. Ведь их было очень много. Но вот только поляки додумались, этот страшный, совершенно дикий урок истории на том, что способны вообще, в принципе, наверное, сознание человеческое, чего не было, наверное, никогда, ни в каких всевозможных цивилизациях, империях, ни в каких войнах. Все, что было устроено здесь. И концлагерей было достаточно много. Были в Латвии, Солоспилс, были в Германии. Но они все были уничтожены. И вот поляки, надо дать им должное, они все это сохранили. И вот когда я вот это узнал, сравнительно недавно, это было еще в 90-е годы, когда вот я первый раз приезжал в Польшу, интересовался, что же есть в этой стране. Меня это просто поразило, что этот концлагерь сохранился. Я хотел его очень посетить. И вот сегодня, предновогодний пасмурный день, наверное, под стать этим впечатлением, я все-таки доехал сюда из города Кракова. Что говорить? Какие могут вызывать чувства это место? Более чем понятно. И ведь из-за того, что вот все-таки поляки сохранили эти два концлагеря в городе Освенцим, сейчас это небольшой, маленький, в общем-то, современный городок, в 60 километрах от Кракова. Сюда надо было долго-долго, два часа ползти на электричке, со скоростью 30 километров в час. И вот эти два лагеря взяты под охрану ЮНЕСКО. Уже этот факт говорит сам себя. Ну, мы привыкли видеть там ЮНЕСКО. Какие-то красоты природы, какие-то памятники культуры всевозможные. А здесь вот сохранили, взяли в ЮНЕСКО вот этот концлагерь. И можно понять, почему. Действительно, что более яркого напоминания об этих ужасах, которые сотворили люди, притом в нашем прошедшем цивилизованном 20 веке, как у нас говорят, научно-технического прогресса, культурницы, революции и так далее, трудно предположить, уничтожать массу людей. Ради чего? Зачем? К чему? Естественно, извечные вопросы. Наверное, ответ знает только ветер. И все это не где-то, а в цивилизованной Европе. И вот интересные вот эти дома, бараки. Вот я посмотрел, каждый из них здесь в основном посещают гестапо, крематорий. А вот эти дома, в основном, туристы проходят. Я присмотрелся, что здесь. Каждый дом посвящен определенной стране. Вот этот, например, посвящен памяти погибшим полякам. Здесь есть и дом, посвященный погибшим чехам. И также погибшим русским узникам этого концлагеря Аушвиц. И здесь, в этих домах, расположены выставки, экспозиции, всевозможные фотоматериалы. Даже устраиваются выставки. Вот, например, здесь есть... Я зашел, специально посмотрел дом-барак. Сейчас, конечно, они оформлены как выставочные залы. И вот в одном из таких бараков, отведенной памяти узникам Нидерландов, находится даже выставка одного из еврейских, нидерландских художников, посвященном ужасам этого концлагеря. Вот, например, дом, посвященный узникам Богемии. Конечно, они все абсолютно стандартны, все одинаково. Ведь вся человеческая дикость, она имеет, как правило, действительно более чем вот такие вот стандартные, неприглядные формы. Все, что действительно создается вдохновением человека, действительно имеет какие-то красивые формы, что-то удивительное, что-то прекрасное. А вот любое зло, и чем более оно дикое, тем более оно имеет более стандартные вот такие вот серые, абсолютно похожие, а зачастую просто даже внешне дикие воплощения. Вот такие, в общем-то, мысли вызывает. Это страшное, тем не менее памятное место, которое здесь поляки сохранили на века.